здравствуйте как впечатление от работ с ума сойти наконец-то живые разумные и живые лица будет фотограф да и как художнику про художника что скажете я вообще не понимаю как можно наносить некие штрихи на бумагу при другой материал здесь на что это выглядела виде портрета причем психологического для меня это колдовство я не понимаю чем штрихов то не много смотрите совсем почти чёрт почти все чёрт бликует если ты глазами смотришь глаз отстраивает брики а камера все берет ну как фотограф знает кому легко извините могу вас спросить какой пчет так знаете какое впечатление от этих работ у вас сегодня я видел месяца три назад значительную часть поэтому впечатление у меня состоялась еще в те времена и каков какое впечатление но своеобразно во первых это конечно отчасти повтор буратин который рисовал цикл про буратин у него был философский тоже вот изобретение черных тряпочек у него просто интересно что рисует эти портреты и очень странном освещении например вечером такую абсолютно темном своем своей мастерской и направляет чуть ли не прямо в лицо вам как на допросе вот и человек вот так сидит например полтора два часа но и дольше если повезет вот поэтому вам добилось позировать? а? вам добилось позировать? да, где-то вон там висит а потом меня вот смутило что он все-таки не подписал кто где потому что там не всех можно узнать не со всеми знаком поэтому это как какой-то своего рода ребус в общем-то типа квеста в общем это экспозиция ну и плюс у него вот немного странно что действительно он по настроению то затемняет так как будто вообще вот прямо из ночи выглядывает человек вот то у него есть ряд работ вот таких достаточно освещенных то есть на любой вкус кому-то кажется кто любит посветлее кто любит потемнее и мужчины и женщины понятно вот собственно спасибо что вы говорите? я говорю думал Саша тебя сейчас бить будет можно и побить только осмысленно какое у вас впечатление от этих работ? он тоже бьет да хорошее работает не я не вешу он же вчера еще только рисовал а нет Тимур мы же это все видели и в фейсбуке так это последний последний сотый наверно как у него 100 друзей нет 130 или какая-то уже у него как вчера выяснили как впечатление? да хорошее работает ну скотниковый есть стиль есть такое свое спасибо не а морду ты знаешь за что тебя бить хотели? морду ты знаешь за что тебя бить хотели? за что нет не знаю ну как же банальный как сказал что у нас была ГБшная газета ааа про вашу газету ну это не мне не мне это газете надо бить? что вдруг Леша занеснул? так можно и телефон побить который снимал? ну да что Леша вдруг занеснул? я его спрашиваю ладно ну я цвете к вам за интервью сейчас точка и я ищу я стою я ищу не знаю вот я ищу так я ищу мне ищу мне к я ищу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то прорвалась. Здорово, поздравляю. Спасибо. Сейчас, мне кажется, они фразы закончат. Давайте. Итак, какие впечатления людей удивили и порадовали? Или огорчили? Меня удивило то, что моей дорогой подруге, выдающейся писательнице Ирине Ульяниной не предоставили не предоставлено было слова на открытие. Она сожалела об этом. И сердце мое разорвалось. Как так? Как-то это нужно восполнить. Можно записать мне на камеру. Да, пойдем. Сейчас мы это сделаем. Что ты делаешь? Привет. Здрасьте. Я всех спрашиваю, какое впечатление от этой выставки, от этих портретов? Я сам не активно. А какое у тебя впечатление? Даже, не знаю. Непривычно, когда я рисую только на ткани. Этап особенно получается. Особенно у Кости. А ты что скажешь? А я скажу, что меня нельзя спрашивать, потому что я очень субъективна. Пока это это самое интересное. Я обожаю Костю Спотникова. И чтобы он не сделал, да? Он прекрасный человек. И он настолько глубокий творец. Я наслаждаюсь. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Давай. 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 Я... А мы сейчас... Уаааааа. Уааааа. Уааа. Ух. 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 Слушай, я считаю, что в твоей проект вот сегодня фейковый мир, фейковое сознание, а друзья и люди это единственное, что не фейковое в этом мире. И ты это доказал, показал и я думаю, что твои они сказали. И сегодня видно, что он имеет огромный успех, а дальше будет еще фаш. Спасибо, дорогая, спасибо. Я очень рад. Добрый день. Меня Тимур Ханов зовут. Поделитесь вашим впечатлением от этих работ. Я очень довольна. Безусловно, не только тем, что я здесь присутствую, я очень многих своих личных знакомых увидела в совершенно других каких-то ракурсах. Очень привлекательно. С тех сторон, с которых я о них даже не думала. Это значит, что Костя большой человек. Человековед. Хорошо сказано. Главное, что кто-то будет моложе, кто-то лучше. Как впечатление от таких комплиментов? Ну, адекватное впечатление. Я думаю, что адекватные комплименты, они естественные, спокойные. Я еще раз хочу повторить. Я не трепещу. Я считаю, что восхищение мной, оно естественное. Оно естественно, как солнце, воздух и вода. Как лето в Сибири. Впечатление грандиозное, потому что на самом деле это грандиозный проект. Ну, то есть, как бы, если брать отдельные портреты, каждый сам по себе, это произведение искусства. Когда мы берем все в целом, когда мы понимаем, что человек охватил сразу какой-то кусок жизни, причем кусок жизни достаточно большой, и этот кусок жизни, он отражает то, что в данном случае, вот это как с одной стороны мгновение, не только портрет, а именно вот эти слова, которые буквально характеризуют человека, причем характеризуют с максимальной точностью, на мой взгляд. То есть, здесь портретное сходство не так важно, как именно вот та суть, которая выражена вот этими словами. На мой взгляд, это самое ценное. Можешь показать портрет, который тебя очень удивил, например? Который меня удивил? Ну, прям вот удивил, я не могу сказать. То, что мне понравилось больше всего, это, наверное, Щедников. Потому что Щедников, ну, где-нибудь. Сейчас давай вас привезем. Найдешь? Да, конечно. Ой, лагеря, обоих. Кстати, портрет, вот портрет стал очень хороший. Прям отлично. Вот прям отлично. Вот, прям отлично, на мой взгляд. И вот знаешь, потому что, ну, не сам портрет, не сам портрет, а слова, которые на нем написаны. Вот сейчас тебе покажу. Здесь слова настолько четко характеризуют личность человека, может быть, там, портрет, что я просто удивляюсь, насколько Костя хорошо схватывает данную суть. Не столько вот выражений лица или глаз, или чего-то еще. Человек уйдет, и мы точно не будем знать, как он выглядел. Но в этих словах находится вся его суть. Спасибо. Добрый вечер. Какое впечатление у вас от этих работ? Ошеломительное, потому что сама идея замечательная, но еще и выполнена. Она именно так, как только Костя Скотников это умеет, потому что это сочетание не только портрета. А, кстати, он, мне, замечательный, потрясающий рисовальщик, Костя Скотников, что меня поражало всегда в нем. Это он рисовальщик изумительный. Недаром, что он уже преподает это. Ну, еще и с афоризмами, которые несет каждый человек. Какие открытия вы для себя сделали сегодня здесь? А? Какие-то открытия вы сделали для себя? Что удивило? Меня удивило, поскольку я тоже один из, была, портретируемых персонажей, меня удивило, насколько потрясающе, вот это действительно кино, Костя Скотников сказал, вот, следить за тем, как он выглядывается, ищет, вот, что именно, портрет, ищет портрет и рисует. Вот это потрясающе, это завораживающая история, завораживающая история. Вот это, мне кажется, что, я даже пожалела, думаю, вот, как я пропустила такое кино. Это надо было снимать и снимать. И в очередь, когда он начнет делать этот проект, я себя наполню с камерой, и будет другой потрясающий вообще проект, как художник портрет, значит, что он видит. В этот момент он преображается. В нем что-то другое вообще говорит бог или что-то такое, потому что он становится непросто человеком, ну, сеть, вот, вздох в этом. Понятно. А ваш, ваш, про вас где работа? Она там, но она не очень выразительная, потому что я была настолько устала, что я заснула в кресле. Пойдемте посмотрим. Мало успела... Ну, мне надо кадр закрыть, давайте посмотрим. Вы же понимаете, как документалист документалиста? Я же должен сюжет закрыть лучше всего со стендапа вот этим. Ну, когда документалисты снимают кого-нибудь, они бывают иногда деликатны, если герой отказывается, то... Нет, 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 если вы хотите остаться... Так, издалека, мы просто показываем, что ваш портет есть. Нет, 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 это не проблема, на самом деле. Я не настаиваю. Нет, это охотия. Для того, что здесь так бликуют эти стекла, что абсолютно... Вот, стоите в кадр. Абсолютно, да. С одной стороны, удачно, с другой стороны, удачно. Почему? Потому что игра такая. Вот, посмотрите, вот сейчас вы меня как раз вот там отражаетесь, вот. Видите, как здорово получается? Как, как... На самом деле, это отражение... Это отражение того настроения, того дня, в котором я не могла справиться со многим проблемами. И, в общем, вот так вот оно и вышло. Это портрет, на самом деле, портрет. Как было. Да, так было. Спасибо. Так было, и поэтому... Куда не денешься. Чудесные вещи, чудесные места, приятные. Не то слово, что удовольствие, а это какое-то... Подпитка, потому что... Вот это так много лиц, так много лиц, и ты их сразу вместе видишь. Сколько же это работает. Да, да. Он потрясающий трудоголик. Потрясающий. Спасибо. Костя, а почему нет автопортрета? Автопортрет есть, с него все и началось. А где он? Автопортрет отдельно немножко висит. Здрасьте, здрасьте. Автопортрет не будет... Здрасьте. Автопортрет висит отдельно, он так как бы... Здрасьте, здрасьте. Он как бы... То ли друг, то ли не друг. Мне он как бы отдельно... Вася, ну как... То есть, ты... Сейчас слушай. Знаешь, что у нас... У нас в интернете было... Вот с Юльгиной фотографии... 256 просмотров... Хорошо. И 18 лайков. Так, а вот оно автопортрет. Да, это автопортрет с него все и началось 16 декабря 2017 года. 16 декабря 2017 года с него все и началось. Вот, и потом перешел уже на товарищей, друзей. То есть, решил, что ты немножко себе друг, да? Ну да, я тоже в своем лице первого собеседника увидел. Понятно. Это он мой первый собеседник и друг Г. У нас с ним есть о чем поговорить? Да, нам всегда находится о чем поговорить. Вчера, вот, кстати, бессонница у меня была, так тоже и говорил, и говорил всю ночь. Но убедил? Да, да, убедил, что мы на правильном пути. Мы с ним на правильном пути. Сейчас поедем. Я поеду. Я поеду. Спасибо вам большое. Спасибо.